Всем привет! Вы смотрите канал V-Online и мы вам рассказываем про велосипеды. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим про фэтбайк. Мы уже снимали вам обзор про двухподвесный карбонный фэтбайк i-Mask, а сегодня такой простенький алюминиевый для души. Мы его построили, кстати, как бы вас не обмануть, года четыре назад и вот четыре года он активно эксплуатируется. За это время он сменил систему. Внешние подшипники предыдущих шатунов показали себя не очень с точки зрения надежности и поставлен была такая простенькая FSA. Звезда, кстати, овальная, Norow-White. Ничего здесь не стоит, никаких рамок не ограничителей и для фэтбайка Norow-White в принципе такие решения всех проблем, потому что можно поставить звезду в любое место и цепь будет фиксироваться на звезде без проблем. Трансмиссия собрана на сраме, кассета дорожная с небольшим диапазоном, то есть велосипед эксплуатируется без крутых подъемов. Ну а сейчас мы поговорим немножечко про философию фэтбайка. Фэтбайк изначально в принципе проектировался подъезду по рыхлым грунтам. Снег, например, или песок, или грязь. В общем, тот грунт, где нужно больше пятно сцепления покрышки с дорогой. В нашем случае ширина покрышек 4 дюйма, как вы можете увидеть по надписи на передней покрышке CST. А вот в реальности ширина покрышки в миллиметрах, померяем ее штангенциркулем, чтобы вас не обманывать, 109 миллиметров, то есть больше чем 4 дюйма. В реальности покрышки раскрыта шире и ширина покрышки добавок еще зависит от ширины обода. В нашем случае ширина обода 10 сантиметров. Заспецованы колеса без овсета. Есть несколько логик спецовых. Эти собраны без овсета. И спицы от фланца к ободу идут практически напрямую, то есть не имеют схождение, как на обычных классических ободах, где они находятся, по сути, под треугольником. Здесь они идут напрямую. Расстояние между фланцами и расстояние между днепелями по ободу приблизительно одинаково. Что можно рассказать вам про ощущения от езды на вот этом фэтбайке? За счет овальной звезды, за счет качественных колес, нормально собранных, велосипед набирает скорость в 30 километров в час без проблем. То есть возникает постоянно подозрение, что что-то идет не так. Велосипед довольно-таки легок на ходу, без проблем он держит скорость 20-25 километров в час и использует обычный велосипед для покатушек. Естественно, он довольно-таки шумно передвигается и при этом создает сопротивление качения определенное, но когда вы съезжаете на грунты, на рыхлые грунты, преимущество вот этого фэтбайка будет неоспоримы. То есть если вы съезжаете на сыпучку, на песчанку, на грязь, в лесу, вы получите больше удовольствия от езды на фэтбайке, на качественном фэтбайке. Не стоит рассматривать китайские велосипеды. Обзор такого велосипеда у нас тоже есть на канале китайского фэта, который ни к чему не пригоден. А вот этот велосипед показал себя неплохо за последние четыре года. Сменил уже вторую трансмиссию. Здесь уже не один комплект колодок разменял этот велосипед. И, кстати, можно с уверенностью сказать, что вот эти вот тормоза код R тоже себя неплохо показывают. Мы их очередной раз прокачали. Сейчас они работают как стоп-краны. То есть остановка колеса практически мгновенно. Видно даже, что покрышка по инерции продолжает двигаться и смещается еще на несколько миллиметров, при том, что втулка уже стоит на месте. При этом, кстати, спицы до сих пор живут и неплохо себя тоже показывают. Спицы, кстати, здесь сапим стоят. Вот такой вот велосипед. Обычный простенький Fatbike. Алюминиевая рама. Гидроформинг, баттинг, все как положено. Томсунские посидельные шты. Рейсфейс сродни Томсу, тоже фрезерованный. Руль тоже рейсфейс. ХАПовская рулевая с переходной чашкой на больший диаметр штока по низу. Ну, в общем, добавить мне нечего. Кроме того, что он не обладает подвеской, то есть у него нет эмоциональной вилки, у него нет сзади подвески. Но Fatbike это не обязательно. Высота покрышек и возможность поглощения каких-то неровностей выше, чем обычных колес, естественно. И езда на этом велосипеде напоминает езду на тракторе. На сельском тракторе на больших колесах. То есть он так плавно раскачивается, пружинит и при этом неплохо едет. Вот все мои основные замечания по вот этому Fatbike. Кстати, у нас в сервере сейчас стоит еще пару Fat'ов и я вам расскажу про другой Fatbike, который нам тоже принесли на ремонт, но он уже значительно похуже, попроще. Он пришел нам именно на ремонт, а не на обслуживание, как и этот Fatbike. Не забудь подписаться на наш канал, посмотрите другие обзоры на другие велосипеды, пишите комментарии, задавайте вопросы. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok